В Якутске завершилась четвертая межрегиональная конференция «Электронная Якутия-2017». Традиционно она прошла на теплоходе Михаил Светлов. Участники провели более 20 дискуссий. Основными вопросами стали применение IT-технологий в государственном и муниципальном управлении и развитие электронного поколения. Организовала конференцию Министерства связи Республики, а участниками и спонсорами стали ведущие компании IT-отрасли России и мира. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Создание цифрового правительства и экономики, цифровые тренды, электронная медицина и роль региональных и инновационных кластеров. Эти и многие другие темы обсуждают участники четвертой межрегиональной конференции «Электронная Якутия». Конференция является отличной площадкой для диалога власти с представителями бизнеса IT-отрасли. Например, с такими компаниями, как Майкрософт, Ростелеком, Барсгрупп и другие. Мы затронули тему, связанную с инициативными проектами компании Майкрософт и стратегией Майкрософт в области построения городов будущего и регионов будущего. Я считаю, как раз таки это та тема, которая может быть очень интересной для развития в ближайшие 2-3 года даже на территории Республики Саха-Якутия, в частности в Якутске. Потому что для этого за последние 3 года руководство Республики, Министерство информатизации и связи сделало все, чтобы базис, основополагающий, на котором можно строить города новые следующего поколения, уже создан. Всего в конференции приняли участие порядка 150 человек. Кроме экспертов ведущих компаний в сфере информационных технологий, в дискуссиях участвовали местные руководители профильных министерств, ведомств, представители республиканских IT-компаний. Развитие цифровой экономики и информационных технологий тянет за собой развитие других отраслей, в том числе и сельскохозяйства, и добывающие, и горнорудные отрасли, не говоря уже о других, более высоких технологических отраслях. Поэтому то, что сюда приезжают вендоры крупные, и есть площадка для общения, это очень правильно. Я хочу сказать, что Якутия сделала очень много правильных шагов в этом направлении. Во-первых, это развитие в целом самого доступа в интернет, создание инфраструктуры, как технопарка, как венчурная компания, и те стартапы, которые сегодня вышли уже на мировой рынок, тому свидетельство. Также в работе конференции приняли участие представители федеральной власти. Конференция всегда хороша тем, что здесь выступают разные специалисты по разным вопросам. Я сейчас участвую в секции по информационной безопасности, не только потому, что это стало очень актуальным, особенно в последние месяцы, но это вопрос, которому наше министерство придает большое значение. На региональном, на муниципальном уровне, естественно, есть свои особенности, сложности, и мы стараемся иметь эту информацию для того, чтобы понимать, как это решает масштабы всей страны. Как показывает опыт прошлых лет, проведение конференции с каждым годом дает свои результаты. Это увеличение инвестиций в инфраструктуру связи, новые разработки для информационного общества и электронного правительства. Ну а итогом четвертой по счету конференции Е-Якутия стало заключение соглашения о введении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который предназначен для повышения уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания за счет создания комплексной информационной системы. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, НВК «Саха», Якутск.